Дорогие друзья, добрый день! Сегодня буду показывать вам красивые и, на мой взгляд, интересные сорта фиалок. Хочу начать показ с ревермистов. В моей коллекции их только два. Это ревермист Galaxy, вот такая вот красота, и ревермист Beguiling, вот такая вот красота. Правильно название сорта подписывается вот так вот, потому что произношение у меня, скорее всего, не точное. Значит, что я хочу сказать об этих сортах. Замечательные сорта – это стандарты розетки пестролистные. Ревермист Beguiling – пестролистность окаймляющая, светлая у листочков. Ревермист Galaxy – пестролистность окаймляющая, розово-бежевая у листочков. Цветы ревермист Galaxy – сине-фиолетовые цветы с белыми горохами по лепесткам. Ревермист Бегайлинг – это розовые цветы с такими же белыми горохами по лепесткам. За счет вот этих вот горохов создается такой эффект свечения. Очень красиво смотрятся. Цветоносы у этих сортов достаточно такие крепкие. Они не короткие и не высокие. Сорта быстрые. С момента укоренения листика до сегодняшнего дня прошло всего лишь 8 месяцев. И я имею уже вот такую вот шапочку-букетик красивых цветов. Розетки у этих сортов ровные, аккуратные, компактные, я бы даже сказала. Ревермист Galaxy у меня не совсем аккуратная розеточка получилась. Но это лишь только потому, что я у этой розетки выращивала пасынок, который мы вместе с вами в одном из моих недавних видео снимали. И я этот пасынок укореняла. По отзывам эти сорта, несмотря на то, что фантазийники, но они прекрасно передают свои сортовые особенности. То есть спортов практически не встречается. Также у этих сортов есть одна отличительная особенность. Горохи присутствуют не только на цветочках, а еще и на листочках. Смотрим. Обратная сторона листьев – это горохи такие. Да, вот видно. Так что если вы приобретаете ревермисты листиками, обязательно обращайте внимание на обратную сторону листьев. Вот, ищите горохи. Здесь тоже покажу. Вот такие горохи по листочкам. Вот они. Значит, в уходе. В принципе, эти сорта, я бы не сказала, что капризные. Простые. Вот эта розеточка у меня немножко на фитиле замокала. Поэтому здесь можно наблюдать ржавчину. Значит, почему она замокала? Я слишком низко посадила фиалочку. Потом я ее просто приподняла в горшочке. И, в общем-то, дальше даже на фитиле она замечательно растет. Ну, конечно, только теперь вид немножко испорченный. Но это ничего страшного. Я все равно буду вот эти листочки удалять. Вот, буду пасынки наращивать, чтобы к весне у меня было вам что предложить. Оптимара Невер Флорис. Это новинка в моей коллекции. Я бы сказала, экзотика для ценителей необычных фиалок. Вот. Розетка здесь стандарт, ровная, аккуратная, лист зеленый, блестящий. А цветы это такие вот соцветия, я не знаю, елочки какие-то. Я так понимаю, эти цветы не раскрываются. То есть вот такая вот елочка-метелочка держится таким букетиком. Крепкие цветоносы. В общем-то, интересный такой сорт, необычный. Не могу сказать, что он прям мне сильно нравится. Но я считаю, что в коллекциях должны быть какие-нибудь интересные, необычные фиалочки. Ну и еще, почему я держу этот сорт. Значит, есть у меня здесь один такой вот цветонос. Так, сейчас я его вам найду. Вот он. Вот он, вот он, вот он. И у этого цветоноса на прилистнике, прицветнике. В общем-то, вот этот листочек с признаками химеры листовой. Есть у меня такая надежда размножить этот сорт именно вот с цветоноса. И посмотреть, какой вырастет у этого прилистника пасуха. И он спиротез триасура. Так, правильно название сорта пишется вот так вот. Значит, давайте посмотрим, какие здесь красивые цветы. Мало того, что они очень такие яркие, да, цветочки. И плюс ко всему этому форма у цветов очень интересная. Это такие вот анютки, у которых лепестки, нижние лепестки цветов удлиненные, а верхние лепестки короткие. Такая же форма у цветов у сорта Легалатея. И Лемон Сен Мишель, тоже с такой же формой цветов. Вот. У меня был сорт Океа Естер Банни, который я заменила на Лион Спиротез Треасура. Океа Естер Банни, кто-то у меня спрашивал, почему я его убрала из коллекции. В общем-то, когда я увидела вот этот Лион Спиротез, я поняла, что Океа Естер Банни слишком простоватая фиалочка для меня. И мне очень захотелось именно вот этот сорт. Здесь у этого сорта такая бахрома по лепесткам, богатая, просто шикарная. И, в общем-то, этот сорт очень выигрывает в сравнении с Океа Естер Банни. Вот. Это тоже стандарт. Листья крупные, зеленые. Немножечко подкручиваются листочки, поэтому с освещением нужно играться. То есть я бы не сказала, что этот сорт прям любит хорошие лампы. У меня вот немножечко подгорели листочки. И сейчас я переставила под лампы не с таким сильным освещением. Это розетка с первым цветением, тоже вот с момента укоренения листика до сегодняшнего дня 8 месяцев. К примеру, в моей коллекции миниатюра Roller Ring. Вот такая вот красота. И пол-мини Марина Цветаева. Здесь, я думаю, можно ничего не говорить. Да? Все видно. Замечательный потенциал у этих химер. Плюс ко всему, занимают мало места. Вот Roller Ring, взрослая розеточка. Я не знаю, здесь, наверное, сантиметров 10-12 розеточка. Марина Цветаева тоже самое. Максимум 15 сантиметров розетка. Потенциал цветения огромный. Что у Roller Ring, что у Марины Цветаевой. Ли Ника, Сесси Систер и Dark Nicht of the Soul. Кстати, Dark Nicht of the Soul – это самая темная фиалочка в моей коллекции. Посмотрите, она практически черная. И цветы не выгорают. То есть, они вот такой цвет держат очень-очень долго. Это пол-мини пестролистная розетка. Я пробовала этот сорт выращивать как мини, но в горшочке пятерочка все-таки этому сорту тесновато. Поэтому шестерка – самое то. Сесси Систер. Смотрите, какая прелесть. Вообще обалдеть просто. Тоже вот я выращивала в пятерочке этот сорт. Но мне кажется, шестерка – самое то. Потому что это все-таки полу-мини. Ли Ника. Смотрим. Ли Ника – это тоже полу-мини. Но вот ее можно выращивать и как мини. Также из мини у меня сейчас начинают зацветать Н-подснежник. Ле Ландыш серебристый. И еще там некоторые сорта, которые в моей коллекции только первый год, которым я еще присматриваюсь. Обязательно вам их покажу, но уже в следующем видео. На этом хочу пожелать вам всем всего хорошего. Как всегда, мира, добра и благополучия. Всем пока-пока.